Теплый обед для каждого. В преддверии Нового года одна из местных благотворительных организаций устроила акцию, в рамках которой любой желающий может пожертвовать продукты питания нуждающимся. Проходит она в нескольких столичных супермаркетах. Большую часть собранных товаров направят в социальную столовую и детский центр временного размещения. Другую отнесут домой тем, кто нуждается в помощи. Доброе утро! Мы representаем компанию Крещенка «Крещенка. Если у вас есть возможность в эту листу донать урез, улей, фишка, эти донации будут приводить к детей и детей из дома. Список включили самое необходимое и с длительным сроком хранения. Купить можно все на что хватает средств. Унии люди, да, сомняты, унии не имеют время, но пытаются дать какие-то деньги, чтобы купить новые продукты. Благотворительная организация проводит эту акцию уже не первый год. Длится она два дня. За это время, благодаря щедрости людей, удавалось собрать до 7 тонн продуктов. Этого вполне хватает, чтобы покрыть нужды социальной столовой и детского центра временного размещения. Из этих продуктов alimentares мы будем приготовить холодные пранки на протяжении каждого года. Но мы будем приготовить пакет с альтернатами для бедных в период срабатываниями. Продукты получат 200 человек, большая часть которых – это посетители социальной столовой в центре Кишинева. Пенсионерка Ефросиня Самони дважды в неделю приходит в столовую, чтобы получить горячий обед. Говорит, денег катастрофически не хватает на жизнь. Работница столовой рассказала нам, что в последние два месяца число нуждающихся пожилых людей стало больше. Многие покупатели поддерживают доброе дело. Благотворительная акция по сбору продуктов продлится до 9 вечера 30 декабря. Боксы, где можно оставить продукты, расставлены в семи супермаркетах Кишинева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова